всем добрый день добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков здравствуйте много лет снимаю для вас видео по вопросам вегетососудистой дистонии панических атак неврозов и так далее в общем собственно кто знает тот знает утро ранее начинается рабочая неделя и я тут посмотрел свой ежедневник и оказалось что сегодня 1 декабря как выяснилось 6 часов утра мой рабочий день начинается и я понял что мне надо записывать видео рассылать его моим подписчикам зрителям канала для того чтобы анонсировать ближайший вебинар который состоится 14 декабря в 12 часов по москве это будет десятый вебинар который войдет в терапевтический блок сейчас их девять да вы их можете найти в разделе услуги это вебинар по работе социофобии вебинар по работе с мыслями где с депрессией сексуальным расстройством и там почему мы влюбляемся и с работы с симптомом панической атаки агорафобии с работы над укр с работы над поиском анализа внутреннего конфликта в рабочей сфере в личной сфере очень на самом деле там очень большое количество материала и если бы то количество людей которые постоянно пишут огромное количество вопросов проявила бы усилия и посмотрела бы это вопросов было бы меньше так вот чего собственно говоря в 6 утра я тут вас тревожу тревожу по таком поводу что к концу года я обычно устраиваю такое серьезно серьезное мероприятие это какой-то вебинар и мои подписчики мои зрители очень долго в течение этого года просили тему воспитания детей поскольку у многих моих клиентов действительно есть дети разного возраста и они проходят свою личную терапию у меня кто-то в группах кто-то индивидуально и многие находят находя в себе те или иные специфику ту или иную специфику мышления ту или иную специфику поведения четко начинают видеть как это связано с структурой воспитания и у них закрадывается естественный вопрос как избежать будучи родителем молодым или не очень или как исправить проблему да действительно если вы уже имеете взрослого ребенка где-то там от пяти лет то конечно скорее всего уже упущен там основной основной момент но тем не менее можно как бы не развивать историю дальше для тех ребят у кого дети так планируются это безусловно архиважный материал так вот 14 декабря в 12 часов по москве опять же состоится трехчасовый вебинар вашего покорного услуги который будет поднимать очень практическую и большую тему профилактика невроза она будет нужна не только родителям или кто-то будет становиться родителем но и самим родителям людей которые ко мне обратились было бы неплохо да посидеть вместе перед экраном ваших компьютеров в этот онлайн момент в этот в этот день 14 это будет воскресенье значит да будет неплохо вам лично посмотреть потому что я думаю что вы рано или поздно станете родителем как избежать невротического воспитания как избежать формирование убеждений как правильно расставлять акценты надо ошибками какие основные стратегии должен выбрать отец его функции матери ее функции в общем будет очень интересно и очень самое главное практически и полезно мы будем говорить о том как 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 поведение отца и матери влияют на тельные формирование убеждений у ребенка как потом эти убеждения перетекают в стратегию как эта стратегия потом пытается всю жизнь реализовывается и где начинается проявление детских неврозов и как они потом выходят ваши панические вегетативные проблемы на самом деле сегодня вот проснувшись так рано я когда начал ставить компьютер чтобы записать вам этот видеоролик я понял что я буду рассылать нескольким тысячам людей да которые так или иначе посмотрит этот вебинар или посмотрит этот хотя бы видео анонсиан а анонсиан а анонсиан а я понял что просто вот так вот тупо с приглашением на вебинар который будет очень полезным да и важным мне хочется вот так вот просто сказать приходите 14 числа будем говорить о важных вещах я хочу ответить на некоторое количество важных вопросов которые так или иначе задают мне в течение этого времени поскольку сейчас я стал роликов снимать меньше кстати тоже спрашивают почему объясняю на мой взгляд я в принципе сказал уже очень много и сказал это под разным углом сказал это с разных сторон и по большому счету все что я говорю так или иначе но повторяя друг другу просто только под разным ракурсом да под разным вектором и то каждый раз люди смотря новое видео они для себя находят что-то новое поэтому снимать что-то из ряда вон выходящего такого что вскроет вам голову достаточно сложно потому что основные базисные вещи я вам уже собственно говоря всем наверное и сказал но хочется ответить на вопрос следующий первый вопрос который задают по поводу наркотиков очень популярная история где люди испытали первый панический приступ первую панику или вегетативное состояние после либо употребления наркотика либо после какого-то похмелья до алкогольного хочу вам напомнить сейчас попрошу вас всех очень внимательно меня послушать это очень важная ошибка сейчас не буду углубляться наркологию я просто скажу вот мне пишут сотни писем в день со словами примерно такими но мне передают я не могу все читать например на это выглядит так я покурил выпил или была в метро или шла на работу или позавтракала в общем перечисляется огромное количество обстоятельств в которых у вас возник или после в которых у вас возникла паническая атака или первый вегетативный приступ помните то есть например вы пошли в метро и в метро вам стало плохо или вы употребили наркотик и вам стало плохо или там вы выпили и там вам стало плохо очень важная ошибка слушайте меня внимательно ваш мозг а точнее вы воспринимаете обстоятельства в которых вам стало плохо как причину по которой вам стало плохо ну например я пошла в метро и в метро мне стало плохо и ваш мозг естественным образом интерпретирует что вам стало плохо в метро потому что либо в метро воздуха мало либо там душно либо еще что то и так далее или вы поехали в проб попали в пробку или вы попали в автолайне в маршрутке сидели или вы потребили наркотик или выпили бокал вина вы начинаете пытаться логически обуслу или там погода была какая то или у вас давление было повышенное и вы пытаетесь притянуть как вам кажется правильной логикой то что вот у меня так было плохо вегетативно и стало страшно потому что были какие то обстоятельства я вам хочу сказать что это безумная большая ошибка на самом деле проблема не в ваших наркотиках я сейчас их не пропагандирую наркотики принимать архивы вредно особенно людей у людям которые к этому предисположены сейчас об этом расскажу на самом деле ошибка заключается в том что вы путаете обстоятельства например метро автобус улица аптека фонарь и так далее или там вино и потом начинаете что происходит вы в следующий раз например поехали на следующий день в метро или пошли на работу уже с ожиданием того а не повторится ли в голове у вас то что было вчера или там неделю назад это ожидание уже вызывает беспокойство которое естественно вегетативно уже вызывает напряжение и вы идете крадучись к этому метро или берете бокал с вином уже как то знаете опасаясь потом вы делаете глоток или заходите в метро и вы начинаете ждать накроет или не накроет или на улицу посмотрели там пасмурно сказали ага блин а на терапевтической атаке была такой же была погода интересно будет или будет вот это ожидание и есть то самое напряжение которое потом вы начинаете усиленно прислушиваться к себе и во 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 6 часов да вот 6 утра во 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 уже начинается значит уже начинается пошло то есть что вы сделали вы когда-то испугались метро пошли на следующий день со словами а не накроет ли дай-ка я проверю и начинаете бояться любых процессов и прислушиваться к ним и говорить о точно накрывает и опять у вас случается панический приступ вы опять его боитесь опять убегаете и вам логически начинает казаться что в метро именно в метро вам становится как то странно или что вы взяли бокал с вином когда-то вам казалось что после вот именно выпитого вина вам стало плохо и вы в следующий раз взяли бокал вина сделали глоток уже боясь этого да и сидите и ждете когда начнется когда начнется и вот это беспокойство вы путаете с тем что вино причинило вам какой-то вред или что метро причинило вам какой-то вред поняли как это выглядит на самом же деле ситуация совершенно состоит в другом что вы будучи перед началом употребления наркотика вина или поездка в метро вы уже были на самом деле в вегетативном напряжении потому что у вас уже в жизни в реальной жизни уже происходили большие сложности внутри самого внутри самим собой уже тогда но они пока так не проявлялись они копились копились и копились но в какой-то момент количество стрессоров превысило всевозможные допустимые ваши ресурсы и в каком-то в какой-то момент в каком-то месте произошло вегетативное напряжение по разным причинам то ли вы опаздывали на работу то ли на работе с кем-то поссорились то ли на утром что-то у вас там не задалось по дороге в транспорте то ли просто было душно или вы съели какой-то наркотик что сам по себе начинает провоцировать вегетатику поэтому те ребята кто жалуются на первый приступ из-за наркотиков знаете наркотик всегда разгоняет вегетативное напряжение у вас оно уже было до этого вы уже были готовы выйти в невротические симптомы просто наркотик явился триггером который поднял вегетативное напряжение которое так уже было на макушке и вы испугались естественно наркотики принимать никому нельзя потому что у вас два варианта либо вы выйдете в вегетативную проблему выйдете либо вы выйдете в психотическую проблему галлюциноза которая и так будет уже будет очень большой проблемой поэтому наркотики принимать категорически нельзя и стимуляторы тоже большой очень риск либо совсем кукушан чтоб потек со всеми вытекающими последствиями либо вы просто начнете провоцировать страхи всевозможные проблемы почему есть люди которые курят траву какую-то несчастную всю жизнь не кайфуют потому что они изначально это делают будучи не в сильнейшем вегетативной вегетативном напряжении и будучи не имея таких сильных внутренних противоречий но им все равно все такое ну бухаю я всю жизнь но еще такого страна такая да все плохо давай бухнем у них нет внутренних противоречий они вот так вот живут поэтому а вот человеку у которого внутренние противоречия серьезные серьезные искажения да как мы когнитивной терапии говорим убеждения взгляд на вещи он пытается алкоголем залить это это противоречие оно является этот алкоголь последней каплей он выходит в вегетативное напряжение итак еще раз вы поняли да основной тезис что обстоятельства были интерпретированы как причину вот и тут начинается агорофобические фобические тревожнофобические расстройства каким образом вот терапевтам это да будет очень интересно послушать которые может быть не очень в курсе этих вещей там по разным причинам по причинам там изоляции советского союза да там что у нас там образование там не давало этих знаний наши клиенты интерпретируют обстоятельства я уже сказал да где это был первый приступ а потом они что начинают они думают что это было метро или вино они говорят я больше не пью или я больше в метро не хожу или я больше вот не хожу там туда-то потому что именно там мне становится плохо и вы знаете они эмпирически могут вам это доказать они говорят ну как Сан Саныч например мне Алексей Юрьевич вот как вот так вот я неправильно интерпретирую ведь я в метро когда не нахожусь мне нормально более-менее как только прихожу в метро мне сразу становится плохо правда или вот допустим вино я не выпила мне нормально вот беру бокал вина вот как бы начинаю пить и становится плохо вот объясните вот это же эмпирическая закономерность с точки зрения этой логики это правда эмпирическая закономерность но в этой эмпирической закономерности есть очень интересная особенность я уже не сказал повторю что человек однажды попавший в панический приступ в каких-то обстоятельствах интерпретирует эти обстоятельства как причину Потом, вторично, попадая в эти обстоятельства, он уже их ожидает И вот это ожидание вызывает напряжение, которое он опять интерпретирует как приступ Потом второй, третий раз формируется обычный рефлекс избегания А потом начинает избегать из тех ситуаций, подкрепляя таким образом Что вот я не пошел, меня не накрыло Если пошел, накрыло Потом дай-ка я пойду, пойду Пошел, накрыло, не пошел, не накрыло Все, оно замкнулось и потихонечку, потихонечку Человек начинает не ходить, не ездить, не летать, не расслабляться, не отдыхать И в итоге человек может прийти просто к состоянию нахождения дома Такая же точная, ребят, дубль два называется Такая же точная история касается родственников Слушай меня сейчас внимательно Головной мозг, сосуды головного мозга, малый круг кровообращения, большой круг кровообращения Сердца, артерии, вены, аорта, коронар, пищевод, трахеи Легкие, желудок, кишечник Не видят, где вы находитесь Ваши органы не видят муж рядом с вами или его нет Сколько вокруг вас родственников, есть они или нет Ваши органы не в курсе в Метровы или в Зимбабве Поймите Говорить о том, что когда муж рядом или мама мне лучше А когда мамы нет, меня кроет и у меня инфаркт миокарда подбирается Это абсолютно идиотическая история Потому что ваш миокард не знает, сколько вокруг вас людей Болезни, связанные с возможной летальностью или какие-то нарушения системы Никак не связаны с количеством людей вокруг вас Если у вас болит зуб, он у вас будет болеть, будь вокруг вас мама, папа и все возможные родственники Он все будет болеть Будучи вы в Москве, в Киеве, в Минске, в Галатемалии, в Зимбабве или еще где-нибудь Когда в организме происходят реальные проблемы Организм не видит, где вы находитесь И не видит, кто с вами Поэтому, когда нам клиент говорит Вот мне с мамой лучше, с папой хуже Дома хуже, на улице лучше, на улице хуже А вот в трех километрах от подъезда я умираю А вот в 2 километра и 100 метров я как-то не умираю Так не бывает Ну не бывает так В медицине, понимаете? Так не бывает А у вас так бывает Почему? Потому что Вы интерпретируете местонахождение Вы интерпретируете метро Вы интерпретируете отсутствие мамы Вы интерпретируете наличие телефона Как факторы, создающие проблему Это не так Факторы, создающие на самом деле Ту самую проблему, которая вызывает Вот это все вегетативное у вас С чего потом там в панику возникает Или там в тревогу Или просто в плохое состояние Это ваше отношение к окружающему миру И к себе И пока мы с вами Не проработаем ваше личное отношение К работе, к карьере, к успеху К целям, к самооценке С работой с достижением цели С работой с взаимодействием с социумом В работе с самооценкой В работе с способностью решать проблемы А не созерцать на эту проблему Вопросы решать Проблемы решать вопросы с мужем С женой С самореализацией Вот все это вкупе И является психотерапией И вот там у вас проблема Которая вызвала вегетативное напряжение А вы пошли и синтерпретировали его За улицей, с метро С бокалом шампанского Я вам говорю Ваши органы не знают С кем вы находитесь и где Это ваша ошибка И упражнение здесь будет очень простое Вот вам новогодний подарок Вы должны выписать все ситуации Которые когда-то были неправильно интерпретированы Метро, улицу, аптеку, фонарь Шампанское И методично с этим сталкиваться Просто тупо По определенным принципам Методично с этим сталкиваться Разрушая свою парадигму Про то, что это является провоцирующим И последнее, третье Вам, как тут ребята Которые у меня в группе занимаются Они прекрасно это знают Группы будут, кстати, набираться через пару месяцев Можете уже там потихонечку писать Но я не мог этого не сказать Все же спрашивают И последняя ошибка, третья Когда люди идут на упражнения Которые я вам сейчас сказал Они начинают сталкиваться с страхами Им кажется, что терапевтический эффект Возникает тогда, когда страха нету То есть им почему-то кажется Что страха быть не должно И это еще одна фундаментальная ошибка У вас он должен быть Когда вы у меня полжизни верили, что метро создает у вас вегетативный приступ Или что у вас бокал шампанского создает вегетативный приступ Или что у вас отдаленность от подъезда создает проблему И вы начинаете с этим сталкиваться У вас должен быть страх Вам должно быть непросто И вот то, как вы поступите с этим страхом То, что вы себе будете говорить И то, как вы будете с этим обходиться И будет являться фундаментальным ответом на терапию Ваших симптомов Поэтому, когда вы справитесь с этим Вот мне многие в интернете тоже пишут Абсолютно правильно и закономерно Что вот если вы говорите Я хочу избавиться от панических атак От агорофобии, от страхов И если вы просто будете с ними сталкиваться дозированно Поймете то, что я вам сейчас сказал Что вы когда-то неправильно синтерпретировали И подумали, что место создает проблему А не в совершенно другой сфере И вы будете с системой сталкиваться Вы правда быстро очень прекратите бояться Панических атак Вы очень быстро не будете их создавать И очень быстро станете передвигаться Это не сложно Поняли? Просто это первый такой маленький слой Снят, когда вы поняли Что вы зря синтерпретировали И заново стали передвигаться Но проблему-то мы решили? Нет! Проблему-то мы не решили Потому что вы просто решили проблему Неправильной интерпретации обстоятельств Но проблема-то вашего взгляда На те обстоятельства, которые я сказал ниже Она осталась Поэтому ко мне приходят сотни людей Со словами Вы знаете, я вот действительно использовал Эти упражнения Я сталкивалась со страхом Я провоцировала Я ждала, что я не умру Я не умерла И я стала передвигаться Спасибо большое всем вам А мне как-то вот что-то у меня Все равно я в социуме как-то не очень Все равно я не могу это делать Все равно у меня с мужем не то И с женой не то И что-то я какой-то лошара по жизни И что-то у меня все не клеится И что-то как-то вот так Потому что упражнения Подобранные для панической атаки Для агорофобии Для вегет-сосудистой дистонии Как для страха Вот этих вегетативных симптомов Это не психотерапия Это поведенческие упражнения Разрывающие рефлексы Которые у вас создали Некую изоляцию Но это не психотерапевтические изменения В личности Поэтому первый шаг Конечно Это если у вас паническая атака Агорофобия И избегание всяких обстоятельств Конечно мы с ними сталкиваемся Мы понимаем то, что я сейчас сказал Что органы не видят, где вы находитесь И глупо пытаться все еще ходить с мамой Потому что мама Инфаркт Этот самый миокард Не видит наличие мамы Наличие мужа Пойми ты это Логику включи Как твои органы видят Это ты боишься Потому что тебе кажется Что мама если не будет Тебя никто не откачает Поверь мне Если у тебя Когда-нибудь Будет какая-нибудь серьезная проблема Тебя будут откачивать Всем домом Твоим многоэтажным Ничего не поможет Но другое дело Что неврозы к этому не приводят Просто это медицинский факт Говорю Поэтому Наличие мамы Папы И еще чего-нибудь Там Талисманов Оно не Помогает С точки зрения медицины Это просто Самовнушение Что если будет мама То будет спокойнее Если будет муж То он меня откачает Это ваша оправдалка Потому что вы просто боитесь У страха глаза велики Понятно? Поняли вот этот главный тезис? Вы Вы неправильно Синтерпретировали обстоятельства Посчитая их проблемой А потом подумали Что ваши органы Каким-то образом Могут взаимодействовать С обстоятельствами Например С метро Или у вас есть какая логика Но алкоголь Он же что-то запускает Он же Если я сделаю Бокал шампанского На Новый год Он же что-то запустит И вы вот так Будете брать Есть у меня под рукой? Нет? Вот свечка есть И вы вот так будете Брать бокал На Новый год А вдруг накроет Давай попробую сейчас Ну Давай Может отпустит меня В 2015 Давай Может мне даст Кто-нибудь там Значит Ага Глоток делает Так Ага Таблетки есть Тонометр Ага Все Жду Ага Ой Что-то дышать как-то Ага Так Ага По-моему начинается Ага Блин Все Так Мама Ты тут? Ага Все Мам тут Да? Ага Вам кажется Мам кроет Ага Так Скорая в Новый год Она же долго будет ехать Егена Мать Все Поняли что вы делаете И точно так же со скорой С этим С метро Заходите Где я? Глубоко Или не очень? Может глубже? Блять А может не глубже? Может повыше? Вы Начинаете гнать Вы придумываете себе обстоятельства В которых якобы вас не спасут В которых у вас Вы обследованы Делали Какой у вас диагноз? Что вам сказали? В метро они ездят Там подыхают Пакеты выносят Сказали Шампанское нельзя Ты что? Шампанское запустит У тебя целый вегетативный взрыв Нет Ты интерпретируешь это Как страх Твои органы не видят Где ты находишься Я не говорю Что надо с шампанским перепиваться Конечно если ты выпьешь бутылку В наличии В наличии невроза Конечно любому человеку Конечно если я выпью бутылку шампанского Мне будет тоже хреново Потому что просто Ну отравление алкогольное будет Любой человек Отравление Этиловым спиртом А точнее его Продуктами распада Спирта Да Мы отравляем Продуктами распада Конечно будет хреново Все Будет тошнить Голова кружится Ну кто не отравился в молодости Надо с головой все делать Конечно же Да Вот Поэтому поняли основной тезис Еще раз Первое Вы синтерпретировали обстоятельства Неправильно И стали их избегать Переслушивайте этот ролик Второе Вы стали Избегать обстоятельств И не ходить в них Считая что именно там Как-то звезды Как-то вот у вас Организм знает Такое Сердце такое Знаете Знаете как это выглядит Сердце, гортань Трахея И кишечник Такой Высунулись Такой Ага Где мы находимся Бля Мы далеко от дома Так Внимание Меокард Напрягся Мы далеко от дома Так Мы далеко от дома Да Мы далеко от дома Вы что думаете Это так что ли происходит Да нет Конечно Ваши органы вообще не в курсе Где вы находитесь В какой стране мира Вообще не в курсе Бортпроводники летают Сейчас она в Москве Через 3 часа она в Турции Еще через 2 часа она в Италии Еще она через 12 часов в Америке Органы не в курсе В курсе только ее мозг Который в шоке от перелетов Понимаете Все Мы не знаем То же самое на высоте 10 тысяч метров 40 тысяч футов Я высоко Наверное меня сейчас накроют Но у тебя органы не в курсе В курсе только ты Я далеко от дома Я в пробке Ага Я в пробке Пробка Пробка значит Не выйти Не покакать Не пописать Значит скорая Долго будет ехать У тебя не в курсе Организм кто там Где Че Только ты в курсе В курсе твоя интерпретация Поняли А теперь 14 декабря Я вас приглашаю На очень важное Интересное мероприятие Будет онлайн Из любой точки мира Подключайтесь 3 часа Новогодний Вебинар Помимо детей Воспитание Профилактики неврозов Вот уже 6 часов 20 минут Начинаются письма Прикольно Добрый день Ну понятно Вот да Профилактика неврозов Плюс еще будут Ответы на вопросы Будут новогодние Там скидки Подарки В общем 14 декабря Приходите Буду рассказывать Много интересного Полезного Подведем итоги года Расскажу все упражнения Расскажу все про то Что я сегодня Сказал очень подробно Пишите под этим видео Ваши комментарии Я надеюсь Что я сегодня Еще раз смог вам Рассказать интересные вещи Поэтому Увидимся 14 декабря В 12.00 Как записаться На сайте Будет куча ссылок На регистрацию На вебинар Вы должны будете Оплатить Вебинар Регистрацию Получить подтверждение В оплате Вы у нас сразу Становитесь в список Что вы оплатили Мы вашу почту записываем И за день До начала вебинара Вам придет письмо С доступом И так далее Бесплатно Я не работаю Меня давно От этого вылечили Это моя профессия Это наша работа В ассоциации Это наша работа В институтах Это моя работа Я не целитель Я не продуваю чакры Я просто выполняю то Чему меня учили Мои преподаватели Мои супервизоры Мои клиенты Поэтому Бесплатно Никто работает Я много Бесплатно Кстати по вам Делаю и так В интернете Насколько вы знаете И был первым человеком Который снимает тройки Поэтому вопрос Поэтому я лично Мое Внутренне невротическое Эго Спокойно Что я бесплатно Сделал Для вас очень много Но поверьте Это моя работа Я кормлю свою семью Кормлю тоже Немаленькое Количество людей Кроме своей семьи Так что И делаю интересные вещи Тоже и буду делать Много Поэтому Бесплатного банара Не будет Приходите Эти деньги Они на самом деле Не стоят Того Что вы получаете Благодаря нашим С вами Занятиям Увидимся 14 декабря Сдавайте вопросы Под видео Ставьте лайки Или дизлайки Комментируйте Пересмотрите Пожалуйста Еще раз Эти три ошибки Я надеюсь Что вы меня услышали Увидимся 14 декабря До встречи И Хорошей вам Недели Или удачного дня Не видят Твои органы Где ты находишься Иди в метро Иди на улицу Убери маму Куда-нибудь Папу тоже Не видят Твое сердце И твои сосуды Где ты Поняла меня Не видят Все Иди И делай Пока Приходи на Мобунар 14 Я тебя жду